Когда так выходишь из дома и думаешь, что ты что-то закрыл, я-то вообще не помню, могу что угодно забыть, где угодно, задумался, а потом думаешь. Ну, к счастью, я не часто вспоминаю, что я забыл закрыть, и поэтому это не так страшно. Но так бывает, что раз ты выходишь, думаешь, что я закрыл, не закрыл, что-то был задумывший, и дальше думаешь, и возникает такое, а мы не побежать ли мне домой и не проверить ли, вот, выключил ли я утюг, вот, тюх-тюх, разгорелся у нас утюг, ну вот, и не вернуться ли туда. Вот, и возникает искушение. Как вы с этим боретесь с искушением? Вы говорите, о, боже, со всеми обсудите, у меня такое ощущение, что я утюг, может, послать, не послать, да? Ну, слушайте, вот, если бы это был не невроз, вот, и вы бы действительно ответственно подходили к делу, и у вас было бы все основания думать, что не выключен утюг, да, то вы бы рванули с того места, где бы вы вспомнили. Ну, вы представьте, вот, вы поставили чайник на плиту, например, да, и вышли из дома, и пошли куда-то, и вдруг, чайник, да, что вы делаете? Будете долго мыслить, что будет происходить, или вы будете мчаться туда, как, этот, вот, лошадь, эта битая, вот, я бы помчался страшно, потому что чайник у меня сгорал несколько раз, он петел, вот, такую историю. Вот, и ты туда бежишь, да, а здесь вот почему-то тут так вот просто страдать, поэтому, ну, мучиться, тревожиться, там, и так далее. И вот это уже превращается, собственно говоря, невроз. Лег в кровати, рассказываю об этом, у меня пациентов много было, вот, и вот это, лечь в кровати, так, думаю, так, вот, все окна проверили, все дверь проверили, все проверили, а вот ту, да, и дальше продолжать лежать, да, ну, вот, значит, на самом деле есть очень простой способ, если у вас это не дошло до степени вот такой тяжелой дезадаптации, да, так вот люди бывают, руки моют, например, приходят, ну, сейчас положено, так мыть руки, но так бывает, что такая мизофобия, это вот страх заражения, что человек прошел, ему показалось, что он прямо на руках чувствует вот это, вот ему надо мыться, потом он думает, что накапало во все стороны, оно распространилось, теперь надо всем ванну помыть, вот, это так выглядит смешно, а жить с таким, это ад, вот, да, если это, то вам не поможет то, что я сейчас посоветовал, вот, но если вы еще до этого не дошли, то я вам советую следующее, значит, наш мозг любит вот так нас потроллить, да, значит, вот он говорит, а вот, а, закрыли ты дверь, вот, да, вот, что, надо же тревожиться по какому-то поводу, да, потому что как-то жизнь не так удалась, как хотелось бы, и вот как-то же возникает, и вот вдруг повод, да, вот про дверь, вот, или про утюг, или про, я не знаю, окно не закрыто, еще что-нибудь, вот, и рекомендация такая, значит, если ваш мозг, значит, говорит вам, дружище, вот есть по поводу чего переживать, вот, вы ему говорите, а, ну, если ты прав, давай я это и сделаю, то есть, представляете, вот вы, например, едете куда-нибудь на работу, и, подходя к работе, вспоминаете, что вы, мозг вам говорит, если вы действительно вспомнили, что вы выключили утюг, там нет проблем, вот, а он так говорит, а вдруг вот утюг же гладил же что-то позавчера, вот, и вот если он вам это подскажет, вы себе должны наказать, вы должны сказать, окей, звоню всем, что не могу прийти, разворачиваюсь, еду до дома, проверяю утюг, чувствую себя полным дебилом и возвращаюсь обратно.